Которую мне нужно куда-то выплеснуть. А выплеснуть я могу ее только наработать. После ухода из группы она занималась сольной карьерой. Записала альбом. Ее песни часто были на самых высоких строчках чартов популярной музыки. Ей нравилось экспериментировать не только в творчестве. Смелая и решительная, преодолевая саму себя, она жила на необитаемом острове, научилась кататься на коньках в проекте «Ледниковый период». Выступала, несмотря на два сломанных ребра. Об этом даже тренеру не сказала. В цирке со звездами блистала под самым куполом, невзирая на панический страх высоты. Я тоже борюсь, так же, как и ты, со страхом высоты. Если честно, я всегда, мне так получается, что я все время живу на высоких этажах. И я всегда с таким опасением покажу на лобок. Поэтому то, что происходит со мной сейчас, я пока еще не поняла. О чем жалеют женщины? О любви. В ночном и дневном дозоре зрители увидели мистически зловещую и чертовски обворожительную ведьму Алису. Дебют Жанны Фриске в кино. Позже она призналась, подарила этой героине частичку себя. Где-то стервозность, которая, естественно, во мне присутствует. Где-то, наоборот, слабость. То есть я, как мне кажется, помогла ей ожить. То есть ее прочувствовали такой настоящей женщиной, коей являюсь, как мне кажется, не как мне кажется, а коей являюсь я. В кино она играла и саму себя, одну из самых красивых певиц российского шоу-бизнеса. Эталон женской привлекательности. Уважаемый Жанна Фриске, держите себя в руках. Я женат. И кипятильник свой заберите. Она долго искала свое женское счастье и не переставала верить в свою судьбоносную встречу. Так и случилось. На съемках программы «Достояние республики» она познакомилась с ведущим Первого канала Дмитрием Шепелевым. В апреле 2013-го у пары родился сын Платон. Жанна Фриске перестала появляться на публике. И поклонники были уверены, она просто наслаждается материнством. В новость о страшной болезни неоперабельные опухоли мозга долго не могли поверить. А после сделали все, чтобы она продолжала жить. На сбор средств, организованные Первым каналом и Росфондом, откликнулись столько людей, что денег оказалось больше, чем требовалось на оплату лечения. Оставшуюся сумму Жанна Фриске перечислила детям, страдающим онкологическими заболеваниями. Ее не стало вчера, а поздно вечером. Всю ночь друзья и коллеги писали слова соболезнования на страничках в соцсетях. Конечно, жизнь заканчивается, но это закончилось слишком рано. Она была доброй, искренней и сильной. Господи, как же мне жалко тебя, Жанна. Я уверен, что там ты будешь счастливее. И продолжишь петь. Счастливого путешествия. Прощай, любимая Жанна. Прощай, друг. Настоящий друг. Я плачу. В это невозможно поверить. Это жестоко. Прощай, моя девочка. Спи спокойно. Ты навсегда останешься в моем сердце. Она боролась, как могла. Лечилась в клиниках Германии, США, Китая. Летом прошлого года к ней стало постепенно возвращаться зрение, частично потерянное из-за опухоли. Последние несколько месяцев Жанна Фриске провела в своем загородном доме в Подмосковье. Вместе с мужем и маленьким сыном. Ей было 40 лет.